Водонапорная башня в Богородском осталась без хозяина. История с виду вполне обычная. Сооружение раньше находилось в собственности у НИИ сельского хозяйства. После институт передал все свое имущество сельхозакадемии, кроме башни, которая почему-то осталась не у дел. Вместо нее поставили новую, металлическую. Тревогу забили местные жители, когда заметили, что на уже не функционирующей башне стали появляться трещины. На данный момент в стене образовалась довольно крупная дыра. Взрослый не пролезет, а вот ребенок запросто. Если она не рабочая, извините, я недавно в этом районе живу, естественно, ее ломать, наверное, надо, чтобы там не пострадал никто, не дай бог. Дети все-таки гуляют, всякое может случиться. Ничего не могу даже. А вообще знаете о том, что она у вас разваливается? Все потом знают. И чего думаете? Все знают, что у нас вода не годится, она не проверяется ничего, не намеренится, не помирается. Еще одна сторона этого вопроса, которую вы, очевидно, не знаете. Что, не дай бог, что-то загорится здесь, в поселке. Воды тут нету, тушить нечем. Так что даже эта полуразваленная башня, она уже никого не спасает. Девушка, у меня скважина. Мне вообще далеко. Мы обратились в администрацию Богородского. Глава сельского поселения Александр Панкратов ситуацию прояснил. Оказалось, башня не числится в реестрах ни казны поселения, ни Ивановского района. Получается, что по документам она никому не принадлежит и ответственности за ее состояние никто не несет. Глава поселения признается, рады бы демонтировать постройку, но по действующему бюджетному законодательству прав на то, чтобы тратить на это муниципальные деньги у них нет. Нам необходимо провести процедуру принятия в муниципальную собственность. Для этого мы сейчас направляем запросы во все необходимые инстанции, затем будем ставить ее на учет как безхозяйная и после прошествия года постановки на данный учет в судебном порядке будем признавать ее муниципальной собственностью для целей дальнейшего демонтажа. Пока единственное, что могут сделать чиновники, это огородить башню сигнальной лентой и надеяться, что она простоит до намеченных сроков демонтажа. Но насколько затянется бумажная волокита, сказать сложно. Вполне возможно, что в следующий раз о местной Бизанской башне заговорят уже в контексте ее окончательного разрушения. Гарантии того, что кто-то из сельчан не станет жертвой несчастного случая, никто не дает.